Добрый вечер! Мы, как всегда, с молитвой, с просьбой к небесам, чтобы нам помогли в изучении Торы и ее сложных аспектов. Мы с вами продолжаем наши темы. У нас сегодня перки-авод по учению отцов, по просьбе трудящихся, так сказать, в это время от Песаха-Дышвот изучают перки-авод по учению отцов. И мы с вами тоже в таком необычном плане постараемся соприкоснуться с этой книгой. И второе, что хотелось бы с вами обсудить, я вижу, что проблемы нашего времени, его особенности вызывают особенно большой интерес. И мы с вами приближаемся к Дню Ирушалаима, к Дню Победы в войне 1967 года, объединения Ирушалаима. И понятно, что это событие, то есть победа Израиля в этой войне, чудесная победа, она изменила весь мир, изменила отношение к Израилю, изменила отношение Израиля к миру, поставила новые задачи перед нами. И какие-то моменты в связи с этим мы с вами могли бы обсудить. Прежде всего, начнем с перки-авод, мне так немного легче, это материал более упорядоченный. И мы попросим Натана, чтобы он открыл трансляцию экрана. Натан, ты меня слышишь? Да, я сделал, я сделал. Спасибо большое, большое совместное использование экрана. Нажимаем, и я постараюсь поднять текст. Так, текст перки-авод. Это не так трудно. Приведем ее немножко в порядок. Вот, и мы с вами говорили, я напоминаю, что перки-авод – это на самом деле несколько необычное произведение, так сказать, или книга, которую не всегда рассматривают в правильном плане, она, в общем-то, может рассматриваться только в историческом плане. И в ней как раз отражены задачи народа на разных его этапах и на разных ситуациях, так как эти задачи видели руководители народа, и это самое главное в этой книге. И мы с вами понимаем, что в период, когда нет пророков, у мудрецов Торы появляется особая роль. Они не только должны упорядочить жизнь, установить заповеди в том виде, в котором они могут соблюдаться и в личном плане для каждого человека, для каждой семьи и для всей страны, но они должны и увидеть общие проблемы, и наметить их пути решения, и увидеть цели народа на данном этапе. Мы с вами говорили, что какое-то может иметь отношение к человеку частному, но частных людей среди сыновей Израиля, в общем-то, нету, и каждый и каждый должен представлять, в какое время он живет, и по крайней мере представлять, и по мере своей возможности внести лепту в то, что происходит вокруг. Но даже если ты специально не прикладываешь каких-то усилий для общего тела, твои реакции, твое поведение в повседневной жизни, очень во многом зависит от того, понимаешь ли ты, в какой период ты живешь и что происходит вокруг тебя. И вот в этом плане хотелось бы рассматривать Перкеа Вод. Мы с вами помним, что как бы открывающий момент Перкеа Вод, если так можно сказать, это заявление Шимона Садиха о том, что пророчество ушло, и нужно суметь организовать жизнь в отсутствии пророка. И мы говорили с вами об ученике Шимона Садиха Антигнаса Ишсоха. И вот мы переходим с вами к четвертой мишне, которая нам рассказывает об учениках Антигнаса Ишсоха и учениках Шимона Садиха, они учились у того и у другого, это Йоси, сын Йоэзера из Срейда, и Йоси, сын Йоэзера из Срейда, нам известно довольно много, и можем обсудить его биографию, его личность. А Йоси, сын Йоэзера из Иерушалайма, нам известно гораздо меньше. Но в любом случае мы видим, что Йоси, сын Йоэзера говорит, да будет твой дом собрания мудрецов, «Пылись в опраке их», то есть или «Катайся в опраке их ног и пей жадностью слова их». И это высказание само по себе вызывает определенную настороженность и недоумение. Мы всегда воспринимаем наши книги как прямое руководство к действию. Здесь вот зависна Галаха, мы должны исполнять Галаху, но мы ничего не поймем из этой Мишны, если мы не сотнесемся с определенным временем. Во-первых, рассматривать это как просто Галаху, да будет твой дом собрания мудрецов, мы не видим, что кто-нибудь сегодня из людей весьма праведных, из мудрецов Торы превращал свой дом в собрание мудрецов, чтобы у него дома собирались мудрецы. Нужно представить себе, что превратить свой дом в собрание мудрецов это поставить свою жену, свою супругу, своих детей, всю семью в довольно трудное положение. Вот, постоянно мудрецы, постоянно нужно их принять, как гостей накормить, и помещение занято. Если у человека такая обязанность, валяйся в прахе их ног и пей жадностью слова их. Ну, допустим, следует пить жадностью слова мудрецов и чувствовать себя перед ними как человеком, который гораздо меньше их знает. Допустим, ну что же делать с этим моментом, когда от тебя требуется твой дом превратиться в ранний мудрецов? Ответ приходит моментально, если мы представляем, к какому историческому периоду относится это высказывание Йосипен Езер и Йосип Ханан из Иерушалайма. Они живут в период восстания Хашманаев. Восстание Хашманаев продолжается довольно долго. 25 лет идет борьба с сирийскими захватчиками. И в условиях, когда над большей частью иуды владеют враги, мы помним, что восстание – это борьба, ну, можно сказать, за религиозную свободу, потому что сирийцы оказывают давление, мягко говоря, стремясь истребить Тору и знание Торы среды народа и соблюдение заповедей. Теперь мы можем представить себе, что в это время, легко можем представить себе в это время, что мудрецам негде собираться, негде обсуждать законы, негде вести судебное разбирательство. Это не может происходить в официальных зданиях. Это происходит где-то в скрытых местах или в каких-то домах частных. И если мы себе это представляем, то мы представляем себе призыв Йоси, Бен и Эзера открыть свой дом для мудрецов Торы. То есть сегодня, когда есть бейт-кнессет, когда есть общественные здания, когда есть все условия для того, чтобы и суды заседали, и были ешивы, и мудрецы собирались вместе, у меня нету никакой совершенно обязанности, никакой совершенно обязанности открывать свой дом и устраивать из него собрание для мудрецов. Напротив, есть определенный запрет ставить свою семью в вынужденное тяжелое положение без всякой на то надобности и необходимости. Другое дело, когда, скажем, в свое время в Советском Союзе, в Москве в годы отказа, в 70-е, 80-е годы, когда изучение Торы было запрещено, невозможно было собраться в синагоги и учить Тору. То есть изучение Торы было запрещено официально. И как трактовался этот закон, скажем, одному из моих знакомых сказали, что даже в одиночку, одному человеку запрещено учить Тору. Тогда, конечно, все обсуждения Торы, все попытки занятий, изучения Иоаннии происходили на квартирах. И тут приходилось ставить семью в довольно трудное и тяжелое положение. А тогда это было исполнением заповедей, о которой говорит Йосипен Юэзер. Так что неверное понимание мешны, неверное понимание указания мудрецов может превратить заповедь в запрет или совершенно бессмысленное действие. Это крайне-крайне важно понимать. Почему это важно понимать? Хотя бы потому, что мы должны уметь прочитать свои источники, хотя бы потому, что человек должен уметь прочитать написанное. Это он не может, не имеет права не задавать вопросов, не применять это к реальной ситуации. просто повторения. И когда кивают головой, да-да-да, как это хорошо, это отупляет людей. Мы должны понимать свои источники. Это пример, скажем, на мой взгляд, очень важный. Как только соотнесясь с временем, можно понять, о чем говорит мудрец. И прийти к правильному выводу. И сделать для себя правильный практический вывод. Теперь следующее, следующее мишна, это высказывание «Йос сын Иоханана из Иерушалайма». Он говорит, да будет твой дом открыт настиж, пусть бедные будут у тебя, как домочадцы. То же самое. Это тяжелое время, когда многие люди находятся, в основном это те люди, которые придерживаются заповеди, в основном это те люди, которые связаны с восстанием, с восстанием хашманаев. Они находятся в условиях, преследуемых, и им приходится скрываться, и у них нет ни крови, ни пищи. Тогда свой дом, есть призыв открыть свой дом для людей и для бедных, чтобы они у тебя были как домочадцы. Если это обычная ситуация, то возникает тот же самый вопрос, а можешь ли ты поставить свою семью в тяжелое положение ради того, чтобы помочь всем бедным? не только, скажем, не только помочь им материально, не только накормить им, но открыть им дом, чтобы они были у тебя, потому что у них нету крова над головой. Здесь всегда действует общее правило. Здесь всегда действует общее правило. Они ей иреха кудмин. Бедные твоего города, они прежде всего. И дело здесь не только в городе, а дело в тех людях, которые близки тебе. И ты должен подумать и ты должен подумать о своей семье. Опять же, мы понимаем, что здесь речь идет о какой-то экстремальной ситуации, экстремальной ситуации, условия восстания, о многих преследованных людях, которые должны спасаться, укрываться, у которых нету крова над головой и которые ведут не просто бедные люди, которые ведут борьбу за национальные интересы, за Тору. Они себя подвергают опасности, да и весь народ находится в опасной экстремальной ситуации. Тогда может быть такой совет. Открой твой дом, и пусть бедные будут тебя как домочадцы. И ни в коем случае нельзя этого делать. Помогать можно по мере возможности, по мере возможности, и никогда не ставя свою семью в тяжелую ситуацию. То есть нельзя оторвать кусок хлеба у своих детей и отдать кому-то. Можно говорить о том, какой большой бы кусок, маленький и так далее. Все на это нету как бы ограничений. Общая, то есть нету четких указаний, но общая идея, что ты не имеешь права оторвать у своих близких, по крайней мере последний кусок и отдать другим. Общее правило, что ты для сдаки можешь уделить максимум 20% от своего дохода. Понятно, что есть богатые люди, сверхбогатые люди и так далее. Можно говорить об этом. Мы говорим об обычной ситуации. у человека, у которого есть ответственность перед своей семьей. И мы понимаем, что если бы такова была общая Галаха, то Йоси сын Йезера из Рушалайма он бы не сказал такие слова. Это и так понятно. Он говорит об определенном времени, об экстремальной ситуации, когда весь народ ведет борьбу. Я напомню, что восстание Хашманаев в районе 142 года до этой эры в период сирийского владычества, в период того, когда Неуда находится в руках селевков, Иуда находится между двумя царствами, между Сирией и Египтом. В Сирии правят потомки селевков. Иногда власть там переходит к римлянам, и там сложная обстановка. В Египте правят Птолемеи. И селевка и Птолемей – это, скажем, полководцы Александра Македонского, которые поделили империю. Селев заплатил власть с Сирией и Птолемей. В Египте отсюда пошли, скажем, эти династии. Дальше Йоси сын Йоханат из Рушалайма говорит интересную вещь. Он говорит, не умножай разговоров с женой. Не умножай разговоров с женой. Разговор здесь сиха, то есть разговор, скажем, ну, можно сказать, пустой. Сиха, беседа. Просто беседа о том, о сём. Не умножай разговоров с женой. Опять же возникает вопрос, почему с женой? Говорится, даже с собственной, а с чужой тем более, да? Вот. Возникает вопрос, да? Возникает вопрос, а с мужчиной можно умножать пустые разговоры? Хорошо ли это, да? Вот если разговор там с чужой женой, он может быть малоприличным, как бы излишние разговоры, беседы, там, скажем, с чужой женой, они могут быть малоприличны в одном плане. Бесконечные разговоры и могут привести там, скажем, к преступлению, то бесконечные разговоры с мужчиной, они тоже могут привести к преступлению, к другому. или просто, скажем, являются устранением отважных дел, от Торы. Люди сидят, болтают. С мужчиной это тоже плохо. Почему он решил подчеркнуть эту проблему разговора с женой и со своей, и с чужой тем более? И как это относится к тому, что бедные будут у тебя как домочадцы? Опять же, мы можем понять связь между этими моментами, только если мы учтем особенности времени, которые заключаются в том, что эти бедные или среди этих бедных есть много людей, которые связаны с восстанием. И поэтому не стоит рассказывать женщине обо всех, кто пришел, и зачем они пришли. И вот, скажем, в этом плане Йосибен Езер подчеркивает этот момент, который имеет, конечно, общее значение плохо разговаривать бесконечно с женщиной на пустые темы. Опять же, и с мужчиной тоже плохо. Он решил подчеркнуть этот момент, подчеркивает этот момент, потому что это период восстания, когда не стоит посвящать свою жену или еще кого-то, не стоит посвящать во все подробности того, кто к тебе пришел и что он у тебя дома делает. Отсюда изречение мудрецов, много беседующей женщины причиняет себе вред, отвлекается от Тор и конец его удел в аду. Некоторая такая угроза, которую можно не воспринимать как нечто реальное, а как предупреждение, что пустые разговоры, они приводят к пустым мыслям и к пустым делам. Это Йоси бен Йезер и Йоси бен Йуханан. Йоси бен Йезер, и стоит о нем поговорить отдельно. Конечно, здесь, вопереки, вот есть много еще, что скрывается здесь. Прежде всего, нужно представить себе, что Йоси бен Йезер, Йоси бен Йоханан – это время первого спора между мудрецами. До этого до них не было споров между мудрецами. По крайней мере, мы не знаем о них, они решались все в стенах Бейт-Медраша, и выносилось только общее решение, общее мнение. А здесь спор принимает характер, когда есть одна школа и есть другая школа, и нет четкого решения, и эта неопределенность распространяется в народе. То есть, есть те, кто поступают так, а есть те, кто поступают так. Прежде чем мы разберем сам спор, нужно представить себе, что споры между, скажем, споры между мудрецами, они зависят, как бы, от состояния, если так можно сказать, от состояния народа. И когда сыновья Израиля утрачивают власть, власть становится сирийской, когда в стране возникает ситуация, когда очень много людей поддерживают сирийцев, отходят от Торы, и придерживаются образа жизни эллинизма, здесь этот удар единства народа, духовное состояние народа, оно наносит, так сказать, удар и по Торе. Но, скажем, наносит удар и по Торе. Йоси бен Йезурь, Йоси бен Йохананн спорили о том, можно ли, мы знаем, что когда человек приносит жертву, он во дворе храма опирается на нее всей силой, как бы, перенося, если так можно сказать, все свои проблемы, перенося на жертву все свои грехи, все свои дурные мысли, он как бы переносит на нее, он опирается на ее лоб, это называется смеха, положить руки на жертву, это делается для всех жертв, в том числе даже для праздничных жертв. Так вот, Йоси бен Йезурь считал, что следует и в праздник разрешить человеку опираться силой на животное, а Йоси бен Йохананн хотел запретить этот момент в празднике. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Йоси бен Йохананн, который вводит такое новое постановление, запрет мудрецов, чтобы человек как бы не утруждался в праздник, не давил силой на лоб животного, он на самом деле хочет сказать, что мы находимся в таком состоянии, когда божественное присутствие начало отходить от нас и начало оставлять нас. Йоси бен Йозер считает, что это не так. То есть спор мудрецов, он фактически отражает их мнение о том, что происходит. Йоси бен Йозер считает, что из-за состояния народа, из-за утраты власти, божественное присутствие начинает отходить, Йоси бен Йозер остается с народом, Йоси бен Йохананн считает, что оно начинает отходить от народа. Йоси бен Йозер и Йоси бен Йохананн, они также постановили, внесли постановление мудрецов, что за пределами земли Израиля земля нечистая. То есть Каген, который был, скажем, за пределами земли Израиля, он должен пройти очищение по всем правилам, прежде чем он приступит служению в храме, будет есть жертву или даже будет есть труму. Скажем, да? Теперь, с чем это связано? С тем, что в период сирийского владычества многие сыновей Израиля и даже Кагены начинают оставлять землю Израиля. Йоси бен Йозер и Йоси бен Йохананн оба здесь едины в своем времени. В своем мнении они хотели подчеркнуть, что... Хотели подчеркнуть для сыновей Израиля, чтобы у них было в сознании, что земля за пределами земли Израиля, хусла аретт, за пределами святой земли, она является нечистой, чтобы это остановило тех людей, которые стремятся к святости, остановило их от того, чтобы оставить землю Израиля. Это их постановление, постановление в их время. И так спор мудрецов о том, как смотреть на ситуацию, Всевышний отдаляется от народа, отдалился уже или нет. И второе их постановление, общее, там, где они согласны, это подчеркнуть святой земли Израиля. Вот, теперь, дальше. Окей. Можно продвинуться дальше. Скажем... Окей, хорошо. Следующая пара мудрецов мы сейчас... Вот, давайте мы сделаем так. Мы сейчас остановимся на секунду, и если вы хотите задать вопросы или что-то обсудить, то, пожалуйста, да? Если нет, то мы двинемся дальше. Двинемся дальше. Вот есть что-то, что спросить? Нету. Будем надеяться, что все понятно, и тогда мы с вами постараемся сделать следующий шаг, да? Вот, по... Не по перке, а вот. И... Это... Следующая пара мудрецов, это Яшуа, сын Пирахии, и Нитан и Арбели, да? Приняли... Приняли от них, то есть получили Тору от предыдущей пары, от Йоси бен Езер и... И Йоси бен Йоханан. И вот... Все-таки вернусь я, потому что есть важный момент, который нужно сказать о Йоси бен Езере. О Йоси бен Езере рассказывается, что он был... Что он был казнен, да? И... Был казнен в период, когда... Сирийского владычества, можно сказать, нашествия полководца Бакхида на... на Израиль, на Иуду, и он был схвачен Йоси бен Езер и приговорен к смерти, да? И... Предателем, скажем, который содействовал, способствовал этому, тому, что он был схвачен, тому, что он был приговорен к смерти, был сын его сестры, которого называли Якум, да? Называли Якум. Он на самом деле был первосвященником, боролся за... за право первосвященства и, скажем, да, добивался этого с помощью сирийских... сирийских властей. И вот, когда Йоси бен Езер вывели для того, чтобы казнить, то Якум ехал рядом с ним на коне и он ему сказал, ну, вот видишь, какую... какую судьбу уготовил тебе твой бог и какую судьбу мне уготовил мой бог. Да, как мы понимаем, он был тот еще первосвященник, то есть он говорил, что он служит Всевышнему, на самом деле представления его были представлениями сформированы на основе эллинизма. И один из моментов, что нужно служить силе. Там, где там, где сила, ты ей и должен служить. на стороне сильного. Сила, она само по себе проявление божественного. И там, где сила, ты должен служить этой силе. И Якум считал, что он служит Всевышнему, но служит по-своему и надо служить там, где надо служить тем, у кого есть сила. И вот он говорит Йозе Бен-Юэзеру, мой Бог, то есть моя вера гораздо более правильная, посмотри, на каком коне еду я и в каком положении ты. На что ему Йозе Бен-Юэзер сказал, что если так Бог делает тем, кого он любит, то как же он сделает тем, кого он ненавидит. Это то, что сказал Йозе Бен-Юэзер. Якум очень хорошо слова запали ему в душу. Он понял очень хорошо Йозе Бен-Юэзеру. Он понял, что обязательно людей, которые служат Всевышнему, их ожидает награда в том или ином виде. те, кто ненавидит Всевышнего, те, кто отказывается от него, так как отказался Якум, они будут наказаны. Говорят о том, что он раскаялся и пошел и сам покончил жизнь самоубийством. То есть на него смерть Йозе Бен-Юэзера произвела такое впечатление. Можно представить себе, что действительно он сам предал и сам предал своего родственника и как-то за короткое время эти слова, которые стояли у Йозе Бен-Юэзера, которые стояли у него в ушах, они привели его к такому глубокому раскаянию, когда он уже не видел никакого пути своего дальше, не видел исправления тому, что он сделал. То есть ни в коем случае самоубийство не является как бы частью раскаяния, не дай бог, но в данном случае оно пока указывает на глубину переживаний Якума и действительно на желание его вернуться ко Всевышнему. Невозможно найти пути, невозможно себе найти оправдание, это другое дело, но стремление его вернуться ко Всевышнему. Здесь интересно заметить, что Йосипен Йосипен Эзер он действительно верный ученик Антигнуса Ишсоха, у которого он учился, и Антигнус Ишсоха говорил, будьте как слуги, которые служат господину, не ожидая награды, не будьте как слуги, которые служат господину, ожидая награды. И он просто своей жизнью воплотил это учение. Он поступил как человек, который сохраняет веру во Всевышнего и не отказывается от веры, не ожидая за это никакой награды. С другой стороны, веря, что он поступает правильно и что есть награда в будущем мире. Скажем, если мы сделаем шаг вперед, как мы хотели, Яшуа бен Пархи, Нитайя Арбели, они живут в период, когда правит Александр Иной во время правления Александра Иная и в период, когда сам дом Хашманаев начинает преследовать мудрецов. А это происходит довольно быстро, потому что в том же Бергеавод говорится, что никогда не верь в себя до своей смерти, потому что Раби Иоханан был, входил в святая святых 80 лет, а в конце жизни стал, Садокий стал Садокеем. Раби Иоханан, это Иоханан, Иоханан великий, сын, сын Шимона, который действительно на каком-то этапе он заключил союз с Садокеем, они начали его поддерживать, и он в конце концов стал Садокеем и пришел к преследованию мудрецов. Есть другие мнения, что Александр Ина это уже его сын, но здесь не так важно, мы можем остановиться на то мнение, что сам Юханан первосвященник, он Юханан первосвященник, он и в конце жизни он Александр Иной берет себе другое имя и изменяет свое поведение, он преследует мудрецов, и это тяжелое время для мудрецов Торы. В его время главой Сангетрина является Шимон Бен Шетах, о котором пойдет речь дальше. Посмотрим, что Яшуа, что говорят эти мудрецы, Яшуа Бен Пархи говорит, сделай себе раба, приобрети друга, суди всякого человека с лучшей стороны. Что здесь опять эти высказывания можно понять только в перспективе или скажем на фоне времени, событий того времени, когда они живут. Что значит сделай себе раба? Рамвам пишет интересный комментарий. Даже если он недостоин, даже если он недостоин, что это за раб, который недостоин, приобрети себе друга, приобрети что подкупом его, купи себе друга, подкупом приобретается друг и суди всякого с лучшей стороны, почему какое это имеет отношение, и так далее, все раскрывается, если мы представляем себе обстановку времени, мы представляем себе преследование мудрецов в это время, когда скажем и Йоханан и его сын, может быть его сын Александр Инаит, скажем, допустим, можно так остановиться, продолжая линию своего отца, он преследует мудрецов, они бегут, вынуждены бежать, и остается при Александре Инае только Шимон Беншетах, потому что он женат на сестре Шимона Беншетах, и это позволяет ему продолжать свою деятельность, многие мудрецы вынуждены бежать, Иоашов в Энфархию бежит в Египет, и Танар были, также скрываются в конце концов. И мы представляем себе Иуду, в которой нету мудрецов некому научить. Есть человек, который что-то знает, но он не является мудрецом Торы, что ты будешь делать? Он может научиться с ошибками, может допустить определенные ошибки, когда он будет учить тебя все равно. Сделай себе раба. Найди кого-то, у кого можно учиться. В то время, когда не у кого учиться, приди к тому, у кого можно выучить что-то. В этом плане сделай себе раба. Сегодня, к сожалению, это высказывание понимается совершенно неверно, это сделай себе раба. У человека обязательно должен быть кто-то, чьи восстановления он принимает беспрекословно. Сделай себе раба. Галаха говорит совершенно о другом, что каждый человек несет ответственность за свои действия и он не может сказать перед небесным судом, по крайней мере, меня неправильно научили. Ответственность за правильность своих поступков вызывается на него, а не на раба. И поэтому нету никакой обязанности слушать раба совершенно беспрекословно. Если у тебя есть какой-то вопрос к рабу, ты приходишь и спрашиваешь его, и он тебе говорит что-то, но он не может объяснить свое мнение, не может объяснить, на чем оно основывается, не может объяснить источники, ты совершенно не обязан принимать это мнение. Поэтому так, как понимается сегодня, сделай себе раба, чтобы у тебя был кто-то, кому ты смотришь в рот, и все, его слово для тебя закон, это совершенно неверное галактическое понимание и замечание Рамбама, написавшего комментарий на Мишну, как мы знаем, что у Рамбама есть целый ряд трудов, кроме Мишне Тура и Муре Ану Ухим, у него например, есть комментарий к Мишне, и он пишет, сделай раба, даже если он недостойен, и это нужно над этим задуматься, и единственный выход из положения, единственный выход из ситуации, это представить себе время, о котором говорит Яшову Бен Патхе, приобрети себе друга, друга, вот честно говоря, я несколько затрудняюсь представить себе, в чем здесь новая новость, как бы, приобрети друга, с которым можно посоветоваться, с которым можно говорить, скорее всего, я бы сказал, доверенного человека, не за деньги, а приобрети доверие, своим доверием, добейся его доверия, потому что в такое время не со всяким можно поговорить, не все можно раскрыть, только, может быть, очень близкому человеку, и суди всякого случая стороны, это сама по себе фраза требует объяснения, но можно представить себе, как она относится к этому времени, тут можно сказать, тут можно сказать, что скажем, время, когда есть постоянные позазрения, а вот не предадут ли тебя, а вот не донесут ли на тебя, а что человек Что человек задумал, что он замышляет. Не хочет ли он донести на тебя властям, чтобы завладеть твоим имуществом или доставить тебе какие-то неприятности, нанести тебе урон. Постоянное подозрение в судить человека в лучшую сторону. Это правило, оно опять же часто понимается совершенно неверно. Судить человека в лучшую сторону следует, когда есть такая возможность. А когда нету такой возможности, не надо выдумывать, не надо ничего накручивать, не надо искать какие-то невероятные совершенно оправдания его поступкам или его словам. Судьи всякого с лучшей стороны. Если у тебя есть как бы на чашу весов положено сказать, подумать о нем хорошо или подумать о нем плохо, это уравновешенно, так это хорошо. Но если его поступок, маловероятно, что это поступок честный и прямой, есть только совершенно небольшая вероятность, может что-то найти и как-то выкрутить это, то нет никакой обязанности судить его с хорошей стороны, когда очень маленькая вероятность того, что его поступок является позитивным, хорошим. Наталья Арбели говорит, отдались от дурного соседа, не связывайся с нечестивым и не придет бедствие, не придет бедствие и не отчаивайся, что придет бедствие на его голову. Здесь мы тоже представляем с вами тяжелое время, время преследования мудрецов Торы и праведных людей властями. И есть интересные правила, которые требуют удалиться от дурного соседа. То есть, в принципе, конечно, человеку следует выбирать место проживания среди людей праведных, там, где его соседи праведные люди. И есть такое, есть такое правило, горе злодею и горе его соседу. Горе злодею и горе его соседу. То есть, если человек живет рядом со злодеем, то не может быть, чтобы, и вот он каждый день с ним здоровается, поддерживает добрососедские отношения и так далее, не может быть, чтобы влияние злодея на него не распространилось. И как бы в этом уже есть доля вины, когда он живет рядом со злодеями. Классический пример, который всегда приводится, это лот, на который приходит жить вздом. И вроде бы он и не соблюдается, не собирается соблюдать законы с дома, но, тем не менее, обстановка в доме оказывает влияние на него и на его семью. И его представление о мире, о жизни, может быть, он на голову выше всего своего окружения, но его представление о мире, о жизни похоже на те, которые у людей в вздоме. Не связывайся с нечестивым, то есть, не давай руки нечестивому, то есть, не имей общих дел с нечестным человеком. То же самое, что и отдалиться от дурного соседа можно представить себе. И не отчаиваться, что придет бедствие на его голову, когда ты живешь во время, когда господствует, когда добиваются успеха тем, кто, те, кто подыгрывает властям, те, становятся на их сторону, те, кто предает праведников, то остается только забастись терпением и верить, что наказание придет таким людям. Тогда мы понимаем связь между этими тремя отрывками «отдались от дурного соседа», не подавая руки злодею, и не отчаиваясь, что придет бедствие на его голову». Еще раз попытаюсь остановиться, и если есть вопросы, то хорошо, а если нет, то тоже хорошо, и мы тогда перейдем к следующей теме. Пожалуйста, если я что-то хочу спросить, то я к вашим услугам. Если нет вопросов, то я, по крайней мере, надеюсь, что это будет нам на пользу представление о поучении отцов, как о книгине, которая говорит человеку, что ему делать обязательно и так далее. То есть это не Шелхан Рух, а это некоторый взгляд на нашу историю, на те ситуации, которые возникали в нашей истории, и те рекомендации, которые давали мудрецы в тот или иной период времени. Следующая наша тема, если нет вопросов, то это День Ирушалаема, Шестидневная война и ее значение победы в Шестидневной войне. Я не хотел бы входить во все подробности, но хотел бы с вами обсудить некоторые важные моменты, как мне представляются мировоззренческие, важные, глобальные. Понятно, что Шестидневная война изменила весь мир, что произошло чудо, сравнимое с теми чудесами, которые происходили в эпоху Танаха, в эпоху войн Яшуа. И свидетелем этого чуда стал весь мир. Стало понятно, что есть народ необычный, отличающийся от других народов, для которого исполняются предсказания, записанные в пророках. Можем с вами представить себе, что пророк Схарья, на самом деле, можно видеть его пророчество, как предсказание о Шестидневной войне. Может быть, мы затрагивали этот момент, я напомню его. В 14 главе в пророке Схарья говорится, что будут стоять ноги Всевышнего на горе Зайтим, на Масличной горе. Да, и мы можем представить себе, что значит в пророках все, естественно, образы и намеки на какие-то процессы, которые являются проявлением божественной воли в мире. Поэтому, когда пророк говорит, что ноги Всевышнего будут стоять на горе Зайтим, мы совершенно не представляем себе, что появится какое-то видение, или что у Всевышнего в каком-то смысле есть ноги, подобные ногам человека. Мы тут же представляем себе, что регель, нога, оно однокоренное слово со словом региль, обычный. И когда говорится, что ноги Всевышнего будут стоять на горе Зайтим, то мы сразу представляем себе, что когда говорится, скажем, говорится лицо Всевышнего, речь идет о таких событиях, которые сразу понятны, открытое чудо, как будто ты смотришь в лицо, допустим, человека, и лицо отражает его состояние, состояние его души, и ты по лицу читаешь его и настроение, и мысли, и отношение к тебе, ты сразу моментально читаешь это по лицу. Вот так же и со Всевышним. Лицо Всевышнего – это событие, которое совершенно ясное, которое совершенно ясное, если так можно сказать, с точки зрения Всевышнего, и его намерения не ясны. Теперь, когда говорится «рука», то речь идет о скрытом чуде или о чуде, которое само по себе явно, но не сразу понятно его значение. Это рука Всевышнего, либо чудо, значение которого не сразу понятно, либо чудо скрытое, которое нужно понять и осознать, что произошло чудо. Когда говорится «ноги Всевышнего», мы представляем себе, если это слово «рагиль», то это происходят обычные события, которые очень трудно распознать как чудо, только для этого нужно иметь веру, для этого нужно иметь открытое, чистое сердце, для того, чтобы увидеть в этих событиях чудо. И само по себе указание того, что «ноги Всевышнего» будут стоять на горе, на Масличной горе, оно говорит о том, что некоторые события, которые, безусловно, связаны с Юрушелаемым, мы сейчас посмотрим, как они связаны с Юрушелаемым, они будут происходить через такое скрытое чудо, когда не раступится море, не развергнутся небеса, не будет никаких землетрясений или других явлений, все будет выглядеть очень, очень обычно. Причем здесь гора Зетим, Масличная гора, которая находится на востоке, напротив храмовой горы на востоке. Дело в том, что в пророке Хискееле описывается, в пророке Хискееле описывается, как божественное присутствие оставляло храм, оставляло Иерушалаем. Он подробно описывает в своей книге Хискееле, что божественное присутствие сначала перешло с Керува, с ангела, который установлен в святая святых, перешло на порог храма, с порога храма во двор храма, со двора храма на стену города, со стены города, на Масличную гору, на гору Зетим. Там оно ждало еще, божественное присутствие ждало 6 лет, пока раскаяние народа. Когда этого раскаяния произошло, то божественное присутствие отдалилось, как бы ушло на небеса. То есть храм был разрушен, и в мире божественное присутствие перестало ощущаться. Теперь, когда пророк Схарья говорит, что божественное присутствие, что ноги Всевышнего стоят на горе Зетим, то мы представляем себе, что Всевышний возвращается. Его свет, его благословения, которые как бы находились на небесах, то есть отдалились от земли, отдалились от мира людей, они начинают возвращаться, и тем же путем, которым Всевышний ушел, он приходит, становится на горе Зетим, его божественное присутствие возвращается, и он ждет того момента, когда можно будет полностью вернуть божественное присутствие, можно будет его вернуть в храм, в отстроенный храм. Можно указать только, скажем, на одну деталь, небольшую, хотя, скажем, все пророчество 14 главы пророка Схарья можно рассмотреть и увидеть в нем очень много параллелей тем событиям, которые уже произошли. Произошли в 67 году. Можно представить себе, что штурм старого города на третий день шестидневной войны начался с горы Зетим, где располагались части десантников. Есть карта подробная, можно посмотреть, и все как бы, но это не наша задача сейчас. Вот с горы Зетим началось движение десанта, и через львиные ворота старого города, который смотрит в сторону горы Зетима, с лишней горы десантники вошли в старый город и захватили его. И с этого момента начинается, безусловно, новая эпоха, которая связана с ожиданием возвращения Всевышнего, когда раскроются не только его ноги, скажем, как бы обычные явления, чудеса, которые происходят через, или как сказать, чудеса, которые очень сильно завуалированы и похожи на обычные события, как шестидневная война, как штурм старого города, как воссоединение Иерушалайма. Мы ожидаем, что раскроется его рука, более явные чудеса, когда, как говорят, видна рука Всевышнего, и раскроется его лицо, когда мы будем понимать, и мы увидим его любовь явно, и его планы, мы будем осознавать это все четко. Это то, что можно сказать о шестидневной войне. Шестидневная война, безусловно, перевернула весь мир, изменила отношение всего мира к народу Израиля. Я бы хотел представить один такой пласт, скажем, один такой пласт последствий шестидневной войны. Это, во-первых, действительно возвращение божественного присутствия, начало возвращения божественного присутствия. И второй момент – это раскрытие общего плана Торы, того плана, который оказывает влияние или должен оказать влияние на весь мир и ответственности еврейского народа за распространение Торы во всем мире, хотим ли этого и не хотим, но само время оно как бы отметило, произошел такой, если так можно сказать, водораздел времени, когда открылся общий план Торы и обязанность еврейского народа по отношению к другим народам. Опять же, готовы мы к этому или не готовы, время пришло. Справились мы с предыдущим этапом или не справились, завоевали мы всю землю Израиля, заселили ее, ту землю Израиля, которую, опять же, в шестидневную войну полностью Всевышний отдал наши руки. Построили мы храм или отдали храмовую гору в руки арабов. Это как бы не снимает, не снимает или, как сказать, не снимает следующего плана, следующего пласта, когда Тора принимает общий характер, должна принять общий характер, должна распространиться на все народы. Это, скажем, можно привести пророчество Ишаягу, вторую главу, которая предсказывает, что из Сиона выйдет Тора и Слово Всевышнего из Иерушалайма, все народы потянутся к Иерушалайму, прекратятся войны и так далее. То есть мы понимаем глобальный, как бы глобальный мировой процесс, что, скажем, если начертить такую линию, что единство не в душе человека, не в семье, не в обществе, ни среди народов невозможно без Всевышнего, невозможно без Всевышнего, без веры в единство Всевышнего. Можно сказать, что это не так, можно сказать, что, скажем, можно сделать попытки, но если мы опираемся на пророков, то они говорят именно об этом. Как говорит тот же пророк Схарья, и будет имя, и будет Всевышний один, и имя его будет одно для всех народов. Всевышний один. Непонимание, не только отрицание, непонимание единства Всевышнего, оно не позволяет распространиться единству среди людей, и даже человеку самому по себе достичь какой-то цельности в своей душе. На скобках, можно сказать, поэтому, скажем, занятие, скажем, еврейской философии, выяснение единства Всевышнего, приближение к пониманию единства Всевышнего, это не, скажем, не пустое дело, это не надстройка, как говорили в Советском Союзе, это очень важное дело, потому что наши мудрецы сказали, что велико изучение Торы, потому что оно приводит к действию. Они не имели в виду, что изучение заповедей позволяет правильно исполнить заповеди. Они имели в виду, что изучение Торы, оно формирует человека на всех уровнях и приводит его к правильным действиям. И прежде всего, это представление о единстве Всевышнего. Здесь также можно было бы говорить о тех неверных представлениях о Всевышнем, которые распространены даже среди людей, изучающих Тору. Но это сейчас не наша задача. Наша задача представить себе как бы линию истории. Что, скажем, история, как таковая, скажем, начинается с борьбы людей со Всевышним, с Вавилонской башней, когда они строят Вавилонскую башню для того, чтобы оттолкнуть Всевышнего, для того, чтобы с ним вступить в борьбу. И закончится может история в ее таком, скажем, печальном варианте, когда есть войны, когда есть вражда между народами, только в том случае, только в тот момент, когда созреет настоящее понимание единства Всевышнего. по крайней мере, это корень, зерно, начало любого принципиального исправления. И вот похоже, что, скажем, двери, ворота такого времени, нового времени, когда можно подойти, скажем, можно подойти к пониманию единства Всевышнего, и когда сыновья Израиля могут подвести, могут подвести мир к этому пониманию, оно, это время, открылось в период шестидневной войны. Теперь хочется, скажем, подчеркнуть два момента, часто связанные с ошибками, которые понимаются неверно. Первый момент, для того, чтобы распространять, скажем, знания о Всевышнем, влиять на весь мир, не нужно и даже запрещено отказываться от себя. Если я хочу, существуется такое, скажем, мнение или тенденция, что, скажем, сближение с другими народами, оно должно предполагать, что, скажем, должно предполагать, предполагает, что я вот становлюсь человеком таким более интернациональным, менее похожим на еврея, у меня появляются общие черты с другими народами, это совершенно, совершенно неверно. повлиять на других можно только, когда ты нашел сам себя, и ты не отказываешься от себя. Объединение идея Торы, она не заключается в том, что народы пропадут, народы исчезнут, они останутся народы, они только придут к вере в единого Бога, и это преобразует их, но еврейский народ тоже не должен отказываться от себя, почему-то есть такое понимание, такая тенденция, что нужно быть, нужно быть как все народы, чтобы быть со всеми вместе, и таким образом можно повлиять, когда ты как все, во-первых, заметим в сколках, что никогда нельзя быть как все народы, можно быть скажем, как поляки, как румыны, как англичане, как американцы, еще кто-то, нельзя быть как все, но допустим, это скажем, ошибочная тенденция, только развивая свой национальный характер, который связан с национальной идеей, с идеей связи, с идеей связи с Всевышним, прямой непосредственной связи со Всевышним, единым и абсолютным Богом, только развивая этот характер, только углубляя стороны, различные стороны Торы, и в том числе и соблюдение заповедей можно повлиять на весь мир, то есть, если ты не будешь собой, как ты будешь влиять на других, при этом совершенно не следует требовать от других какого-то отказа от их личности, скажем, от их личности, если так можно говорить у народа, то, что у них есть личность, совершенно не требует этого, не требует у каждого человека, принадлежащего народу, есть свое, скажем, выражение, связанное с его национальной принадлежностью, его пониманием путей развития, его народа, его задач, при условии, что он приближается к пониманию, к единству Бога, тогда это может быть все обрести положительный характер, это первый момент, то есть никакие, скажем, никакие призывы быть людьми мира, отбросить Тору, смягчить как-то Тору, ее законы, они не приведут никакому успеху, неуспеху точно, потому что ты потеряешь себя, когда ты потеряешь себя, как ты можешь влиять на других, или как ты можешь вести диалог с другими, как ты можешь уважать других, если ты потерял сам себя, это представляется вот такой важный момент в плане нашего времени, теперь другой момент, который хотелось бы подчеркнуть, это то, что человек, народ, кто угодно, не может исправить мир без Бога, исправить мир, это все равно, что сотворить мир, быть соучастником творения, это пожалуйста, но быть, поставить себя на место Творца, это совершенно невозможно, немыслимо, и это тот момент, о котором тоже часто забывают, давайте сделаем так, давайте будем говорить это, давайте создадим такие организации и так далее, но мы же видели с вами, что сказано, что из Сиона выйдет Тора, и слово Бога из Иерушала, ему речь идет о пророчестве, есть два момента, это построение храма, и это возвращение пророчества, то есть то возвращение божественного присутствия, о котором мы говорили, то возвращение божественного присутствия, которым отмечено время после шестидневной войны, о нем совершенно невозможно и не следует забывать, в какое, скажем, да, какой практический вывод, отсюда очень простой, да, что бы мы ни делали, как бы, какие, что бы мы ни делали, какие бы организации мы не создавали, нужно стремиться к двум моментам, это построению храма и возвращению, и возвращению пророчества, да, вот, скажем, в этом плане я хотел с вами, приготовил с вами псалом, да, чтобы разобрать с вами и представить себе, как бы, как можно по-разному его понимать, и как он понимается, и как его следует понимать, да, давайте сейчас мы возьмем с вами псалом, чтобы представить себе, скажем, некоторую такую ошибку в понимании понимании текста и, скажем, связанную с ошибкой понимания действительности. Вот, сейчас, по-моему, этот псалом, да, вот, известный псалом, хорошо, да, вот, может быть, надо было взять по-русски, я взял только на иврите, ну, мы с вами прочитаем вместе, да, песнь восхождения, песнь ступеней, опять же, сейчас не наша задача разобрать эти слова, все это можно сделать, да, Давиду, да, и здесь говорится, ине мато вуманаим шевет ахим гамьяхан, вот, как хорошо и как приятно сидеть братьям вместе, да, обычно так и переводят, как я перевел, и обычно это воспринимается как призыв к единству народа и как хорошо жить, как хорошо жить вместе, как собраться хорошо вместе, да, естественно, что при этом не учитывается продолжение псалма, которое мы с вами сейчас посмотрим, и неверно воспринимается слово ине, да, оно переводится и воспринимается людьми, которые знают иврит, тоже, как вот, да, его в данном случае нужно переводить здесь, вот, как указание на какое-то место, здесь, как хорошо сидеть, как, как хорошо и как приятно сидеть всем братьям вместе, здесь это в Иерушалайме, здесь это в храме, в его дворах, как сейчас будет ясно из последующего отрывка, да, то есть одно дело, скажем, народная песня, народное восприятие, и то, что часто пели, скажем, в годы отказа в Советском Союзе, как хорошо сидеть братьям вместе, как бы хорошо было жить со своим народом, это все замечательно, но точный смысл, он не такой, а точный смысл здесь, это в храме, да, то есть хорошо сидеть, есть единство, есть приятность этого единства, есть настоящее объединение, когда есть храм, когда все связаны с храмом, кишеми на то валярош, как масло хорошее, которое спускается на голову, спускается на бороду, на бороду арона, которое спускается на его на его одежду, на его одежду арона, здесь здесь такой образ, помазание арона, первосвященника, ему на голову выливается масло, то, что называется помазание, помазание маслом, для того, чтобы посвятить его первосвященнике, это масло течет, растекается, и оно может даже попасть на одежду, ничего страшного, хотя святость самого этого масла, она велика, вот, да, и вот как такое масло, которое течет на голову арона, киталь хермон щиорет аль рей цион, вот, на такое масло, как масло благословения, масло святости, которое выливается на голову арона, это похоже на росу, которая, на росу хермона, которая спускается как бы на росу с хермона, если так можно образно сказать, которая спускается на горы на горы циона, ибо там приказал Всевышний, чтобы было благословение, там, чтобы была жизнь вечная, то есть мы видим, что скажем, без храма немыслимо единство, без храма немыслимо благословение, это источник благословения, да, вот, и начало возвращения божественного присутствия в шестидневную войну, это замечательно и прекрасно, но для того, чтобы благословение действительно привело к единству и к тому, чтобы было замечательно и приятно сидеть все вместе, для этого нужен храм, из которого исходит исходе благословения изливается на всю землю, да, вот, и скажем, да, вот, для того, чтобы, скажем, как-то, для того, чтобы как-то вернуть, допустим, пророчество или думать, по крайней мере, возвращение пророчества, то необходимо, необходимо изучать пророков, да, ни одно дело в жизни оно не дается без понимания, да, пророчество это дух, пророчество оно от Всевышнего, но мы знаем, что были школы пророков, которые готовили человека и к определенному состоянию, и к тому, чтобы он понимал пророческие образы, знал их и понимал, вот как мы сегодня с вами рассмотрели понятие ноги, да, вот, допустим, пофантазировав, представив себе, что если пророк увидит ноги, ноги Всевышнего, чтобы он не подумал, что Всевышнего действительно ноги, а чтобы он понял, что это определенный разговор, разговор в образами, которые даются, и понимал, понимал, понимать эти образы, так что, если мы хотим говорить об исправлении мира, о новой эпохе и так далее, то совершенно необходимо изучение пророков, которые само по себе представляют крайне-крайне интересное дело, без которого я бы сказал, да, несколько, может быть, утрируя, что человек вообще не может себя считать культурным человеком, если он не знаком с пророками, не знаком с историей, не знаком с образами пророков, потому что все, что мы не возьмем, вся мировая культура, она основывается на пророческих образах, мы не будем брать христианство, скажем, но масса и масса произведений искусства, оно связано с пророками, но это так, в скобках, это как бы еще одна задача, и можно сказать, что мы говорим много о новом времени и так далее, но этот пласт совершенно простой подготовки к пророчеству и даже подготовки к пророчеству как изучение пророков, как понимание текста пророков, он у нас принципиально запущен, просто запущен, у нас нету ни одного современного комментария к пророкам, сквозного, есть статьи, есть книги по поводу тех или иных аспектов, по моему личному опыту, когда человек отрывается от текста, он сразу оказывается в свободном полете, он пишет то, что важно в этом месте, то, что ему представляется в этом месте, для того, чтобы воссоздать правильную картину, понимание текста пророков, нужно по крайней мере одну книгу, видеть ее всю целиком, и каждое слово в отдельности, то есть этот пласт у нас совершенно запущен, вот, если говорить о храме, то тут нужно представлять себе такой момент, о котором я говорил несколько раз, то, скажем, слава Богу, есть, вот, входит в народ такое понятие, как храм, что мы ожидаем его возвращения, ожидаем его построения, есть изучение законов храма интенсивное, да, мне кажется, здесь не хватает еще одного пласта, который также важен для того, чтобы приблизить новое, приблизить новое время, то новое время, как бы, которое постучалось и продолжает стучаться к нам к двери с шестидневной войной, да, это понимание смысла, осмысление, да, осмысление заповедей, да, и стремление, стремление, осмысление заповедей, смысл, да, и связанный с этим момент стремление почувствовать, да, почувствовать, если хотите, медитативный план, да, мне кажется, вот, можно тут спорить, и все, но по моему глубокому убеждению Всевышний не даст нам построить храм, который мы будем исполнять формальные действия, так же, как мы с вами говорили, как в пророке Малахи, и в прошлый, в прошлый раз мы с вами говорили вопреке, а вот, в котором действия будут исполняться, исполняться формально, как ритуал, как национальный какой-то ритуал, да, этого просто, мне кажется, не будет, да, люди должны подойти к такому состоянию, когда они понимают смысл заповедей, да, и могут как-то, могут как-то выйти на какой-то медитативный уровень, на уровень, на уровень ощущения, но прежде всего это просто понимание смысла заповедей, это и красоты просто, да, вот, скажем, вот, красоты заповедей храма, их философского аспекта, мы привыкли к тому, что нам говорят скажем, что закон о красной корове, у пепли красной корове нельзя понять, да, ну, конечно, нельзя понять, до конца нельзя понять, а очень много всего интересного, принципиального, красивого можно понять в этом законе, а до конца нельзя понять ничего, до конца нельзя понять никак закон красной коровы, так нельзя понять атом до конца, нет у человека понимания до конца, поэтому, что значит нельзя понять, да, Нужно увидеть красоту и смысл наших заповедей. Это также важно и для того, чтобы обращаться к кому-то. Если ты не знаешь смысла заповедей, если ты просто говоришь, ну, вот это предписание свыше, я не думаю, что это может быть каким-то серьезным аргументом, привлечением кого-то к духовному пласту и смыслу, что вот есть такое предписание, не думаю, что это, скажем, вот такой пласт. И еще последний момент, который хотелось бы отметить, это если мы говорим, что человек не может исправить мир без Бога, и что нужно как бы, ну, если так можно сказать, по крайней мере, принимать во внимание, что должно вернуться божественное присутствие и думать о возвращении пророчества и построении храма, то есть еще один момент, и мы его также можем с вами представить через псалом. Секунду, я сейчас постараюсь открыть его. Да, это 126-й псалом, и здесь говорится так, это также песня восхождения, песня поднятия, песня ступеней, так и так можно перевести, и здесь говорится, когда возвращался Бог вместе с пленниками Циона, мы были как во сне. То есть, когда происходит возвращение в Цион тех, кто был в изгнании, тех, кто был в плену, возвращается Всевышний вместе с ними, неизбежно, независимо от того, что в голове у этих пленников. Даже если они ничего не понимают, они как во сне, во сне, который непонятен, происходит что-то необычное, радостное, может быть, но не совершенно непонятное, не идет речь ни о раскаянии, ни о сознании, как во сне, а с теми, кто приходит, как во сне, с ними возвращается Всевышний. То есть, с возвращением народа из изгнания возвращается и божественное присутствие. Тогда наполнится нашу уста радостью, и язык наш наполнится песням, пением и так далее. И, скажем, вот этот момент, который хотелось бы подчеркнуть, что человек не может исправить мир без Бога, и о возвращении Всевышнего, приближении его к миру, так сказать, оно происходит, когда сыновья Израиля возвращаются в землю Израиля. Рабью Ханан говорил, что возвращение сыновей Израиля похоже на потоки, которые текут в пустыне после дождя. Он также брал из Псалма призыва царя Давида вернуть изгнанников, как потоки, текущие в Негеве. И вот он представлял себя после дождя в Негеве, в пустыне, каменистые текут потоки. Они могут смести все на своем пути. А также он представлял возвращение сыновей Израиля. Если начинается процесс возвращения в землю Израиля, то его ничто уже не может остановить. И, естественно, если так можно сказать в шутку, здесь должна быть совместная работа человека со Всевышним. Ничто не раскроется с небес, пока не будет желания снизу. И желание, и представление о периоде и о тех задачах, которые стоят перед нами. И поэтому, безусловно, для того, чтобы говорить об исправлении мира, нужно говорить не об отказе от сущности, индивидуальности народа, а наоборот, о углублении самосознания. Нужно говорить и говорить, и содействовать возвращению сыновей Израиля на землю, потому что этим приходит божественное присутствие. Нужно постигать пророков, нужно стремиться раскрыть смысл заповедей, что само в себе дает большую радость и тебе, и другим. И параллельно, параллельно обращаться или, по крайней мере, стараться ответить на запрос народов, которые ищут истины и понимают справедливо, что истина находится в Торе. Вот такие соображения. Часто начинают говорить, рассуждать о роли, скажем там, нерелигиозных евреев, о том, что они создали государство и так далее. Мне представляются такие разговоры, может быть, и важными сами по себе. Они ни в коем случае не отменяют ни капли из того, что мы говорили. И заповеди, и поиска смыслов заповедей, и изучение пророков, и возвращение в землю Израиля и так далее. Дальше можно думать о том, какова роль тех, кто несет религиозное сознание, тех, кто несет нерелигиозное сознание, евреев, которые привязаны к общей культуре и так далее. Пожалуйста, основной момент нельзя убрать и затереть. Человек, отказавшийся от Бога, не может исправить мир. Человек может исправить мир только вместе с Богом. Опять же, в шутку, но в сотрудничестве с Богом. Здесь я остановился. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов послушать, ответить, если смогу. Готов выслушать эти соображения и возражения. Пожалуйста, что хотите. Если можно, хотел одну вещь сказать. Давай, буквально секунду. Такой комментарий, сегодня как раз был убедил, потому что мы говорили из этого псалма, где сказано, при возвращении в Сион, как бы такая динамика, при возвращении в Сион, означает, что когда евреи как бы возвращаются в Израиль, значит, аинок и холмим, как бы не очень понимали, что происходит вообще, как бы, то есть, реально что-то происходило, но осознание внутреннее непонятно, называется к холмим. А потом, потрясающая фаза написано, что в народах скажут, игдиль, адон и ласот, Всевышний очень преувеличил дело с ним, то есть, сделал с ними большое дело. Ну, да. После этого сказано, да, после этого сказано, а, игдиль, Всевышний сделал многое с нами, это означает, что можно понять таким образом, что когда возвращались были к холмим, то есть, были как бы в некотором тумане таком, понимательном, а с другой стороны, когда приходит внешняя оценка и говорит, смотрите, как круто Всевышний с вами делает, в заявлении говорят, а, да, действительно круто произошло. Да, это... Важность внешней оценки. Я полностью согласен, да, то есть этот пласт, есть очень много, скажем, в этом псалме и, да, и другого, есть и проблематичность этого сна, да, что мы знаем, что Хонига Магель что Хонига Магель спорил со Всевышним, когда доходил до этой строчки, что возвращаясь из Сиона, мы были как спящие. Он говорил, что человек не может проспать, проспать 70 лет. 70 лет – это образ времени изгнания, то есть, он спорил со Всевышним, вообще может ли народ сохранить дух в этом изгнании. Вот этот пласт тоже присутствует и, безусловно, пласт того, что народы говорят, что произошло нечто великое, да, это пробуждает сыновей Израиля, это, безусловно, и, наверное, такая тенденция, наверное, такая тенденция присутствует. Вот она есть, что многие, то есть, я бы сказал, что каждый раз, когда говорится о чем-то, в пророках или псалмах, говорится о тенденции, о тенденции, которые есть, которые развиваются, нельзя сказать, что вот народы прямо, как бы не о конкретном событии, народы встали и указали, вот смотрите, что произошло с еврейским народом, тогда евреи встали и сказали, что да, вот действительно, с нами что-то произошло. То есть, речь не об этом, а речь о тенденции, которые действуют на протяжении, наверное, многих лет, и, наверное, очень правильно сказать, действительно, подчеркнуть этот момент и в отношении 67-го года, что, скажем, время изменилось и в том плане, что народы мира, они понимают и осознают, и здесь не понимают, то ощущают, что нечто произошло с сыновьями Израиля, и это влияет и на самих сыновья Израиля. Безусловно, это очень-очень правильно. Что-то хочется еще сказать, добавить, пожалуйста, да, вот, я очень рад диалогу с Натаном, хотя можно было бы, можно поговорить, свободное занятие, время было, но так, мне кажется, так полезней, так полезней, ну, что мы будем сами обсуждать. дисциплинирует, я бы сказал, дисциплинирует. Можно маленькое соображение добавить, поскольку вот Натан стал говорить, я немножко с другой стороны, может, как-то услышала то, что он сказал, и просто думала как раз сегодня об этом, правда, немножко в другой плоскости, о том, что, чтобы понять себя, нужно с кем-то себя соотнести, пока ты один, ты не знаешь, какой ты, и получается, что как бы благодаря, и тогда вопрос, как с кем соотносят себя евреи, вроде как то, что я услышала, то, что Натан сказал, что вроде как соотнеся себя с другими народами, мы видим, какие мы, нужно ли, я не знаю, правильно ли это такое понимание, может быть, евреи должны только сторой со Всевышним себя соотносить, я, правда, не очень понимаю, как это должно быть, в любом случае, как себя понять, нет другого, не понимаешь, какой я, я, правда, думала об этом немножко по-другому, я думала, интересно, с кем соотносил себя Адам, пока он был один, как он понимал вообще, кто он, что он, какой он, только со Всевышним, но это уже совсем, наверное, такая, какая-то, может, не относится к делу. Нет, может быть, мысль не очень ярко выраженная, но она правильная, вот, и то, что можно здесь добавить и сказать, и также в плане нашего урока, что человек всегда соотносит себя с кем-то и даже с чем-то, с окружающим миром, но у него всегда есть и соотношение со Всевышним, он всегда стоит перед Всевышним, это очень глубокий внутренний, внутренний пласт человека, вот, который, работа его глубокая внутренняя, которая также идет постоянно, и соотношение с другими народами, чем ты отличаешься и так далее, но есть как бы и пласт такой безотносительный, а пласт перед лицом Всевышнего, вот, и если говорить об одном человеке, то это и молитва его, и размышления, и та же самая медитация, которая вольно или невольно приходит к нему, это тоже формирует его личность и, так сказать, самосознание, не только разговор с другими людьми, не только понимание того, что тебя связывает с ними, или что тебя отличает от них, не только это, но и постоянный диалог со Всевышним. Вот. Вот.